Письмо Татьяны и письмо Онегина. Верно. Друг в другую соответствую. Прошу. Дела духовные 800. Настоятель храма 500 Буд в Гуанчжоу привёл восторг этнографов-итальянцев, назвав одну из священных статуй с лицом европейца по имени. Назовите имя. Допустим, Иисус. Да что вы. Марко. Марко Поло. Ну что ж, не успеем разыграть некоторое количество вопросов. Точнее говоря, пять. Ну ничего не подделаешь, раунд закончился. Евгений, минус 200 у вас. Будет отрицательный результат после третьего раунда. Вы знаете, в финале вам уже не участвовать. У Романа 2950 и 5350 у Андрея. Впереди третий раунд. Ну что ж, а мы у нас в студии, и мы разыгрываем третий раунд. Мне хотелось бы напомнить о том, что спонсор нашей программы торговая марка Эрих Крауза. Эрих Крауза – это современные офисные канцелярские принадлежности. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества ручки, папки и другие канцтовары Эрих Крауза обеспечат максимальный комфорт в вашей повседневной работе. Ну что ж, вот и тема третьего раунда. Вам гурманы, два поэта, по морям, по волнам, кисти и краски, Урал и балет. Прошу вас, Евгений, начинайте. По морям, по волнам 900. Понюхав пробу со дна Чёрного моря, Боцман доложил руководителю экспедиции Русского географического общества. Воняет, ваше благородие? Чем же воняло? Сероводородом. Ну, конечно, в Чёрном-то море. Его в Изобилии, Евгений. По морям, по волнам 1200. В 1823 году английский Китобой открыл это холодное море. Ныне на его берегах и островах полным-полно зимовочных станций. Беренсгаузен, Хенераль Бельграно, Халлибей. По-моему, это море Росса. Нет. Это море Китобоя-Уэддала. Дальше. Прошу вас, Евгений. По морям, по волнам 600. На побережье этого моря находится знаменитый курорт Ривьера. А называется оно в память племён, обитавших там ещё 2100 лет назад. Лигурийское море. Верно. И племена лигуров. Евгений. По морям, по волнам 300. Согласно морскому энциклопедическому словарю, Каспий получил статус моря не столько из-за солёной воды, сколько из-за этого. По-моему, из-за размеров. По морям, по волнам 1500. Эти трёхметровые обитатели Красного моря являются людям, наполовину высунувшись из воды с детёнышем в ластах. Похоже, так родилась средневековая легенда о русалках. Это сирены. По-моему, там всё-таки дюгони живут. Верно. Урал 900. Вам настаётся ход в мешке. 4 450, у вас 5 350, у Андрея минус полторы у Евгения. Кому? Евгению поможем. Спасибо. Тема футбол стоимость 500. Он признавался лучшим футболистом Европы, сыграл за сборную Чехии, более 80 игр, забил 17 голов, а недавно решил больше в сборной не играть. Травмы замучили. Это Павел Недвед. Да. Дальше. Кисти краски 900. Аукционом достаётся. Минус 2000 у вас в счётку, поэтому я сразу же обращаюсь сначала к Роману. Сколько поставите? Номинал. А не могу номинал. Тысячу. Тысячу. Что скажете, Андрей? 1100. Пас. Играем за 1100 с Андреем. Василий Кандинский совершил скачок в абстракцию, увидев в полумраке неописуемую прекрасную картину, непонятную по содержанию и состоявшую из красочных пятен, чья картина так повлияла на художника. Может, Малевич? Вы знаете, это достаточно известная искусствоведческая история. На Кандинского так повлияло то, что он вошёл как-то раз в собственную мастерскую и увидел свою же картину. Прошу вас, играйте. Два поэта 900. В этом романе Валерий Брюсов описал Андрея Белого как графа Генриха и однажды увидал во сне, как граф заколол его на рыцарском поединке. Огненный ангел. Браво! Два поэта 600. Вам настаётся кот в мешке. 5,150 у вас, 4,450 у романа, 2000 у Евгения со знаком минус. Евгению. Евгения, играем с вами. 20-й век. Эта тема стоимость 950. Дайте изображение. Этому зданию Нью-Йорка разные страны преподносили в дар скульптуры габелиенной картины, а Марк Шагал изготовил для него витраж. Ну, по-моему, это здание ООН. Штаб-квартира ООН, верно. Играйте. Вам, гурманы, 900. На изысканных пирах графа Строганова гостям подавались лосиные губы, разворные лапы медведя и даже белое мясо этой лесной кошки. Рысь. Верно. Два поэта 1200. Скандальное издательство «Имажинист» Сергей Есенин основал вместе с этим певцом «Террора», но бизнесу друзей не пошел, хотя явь они все же издали. Марингов. Марингов, совершенно верно. Никогда не знал, что он певец «Террора». Урал 1200. Этот маршал командовал Уральским военным округом пять лет, по существу находясь в ссылке. Это Жуков. Верно. С 1948 по 1953 год. Евгений, играйте. Урал 600. Эти две равнины разделены Уральскими горами. Восточноевропейская и Западносибирская. Браво. Урал 1500. По мнению академика Ферсмана, уральские мастера первыми перехитрили природу, придумав способ получения этого узорчатого камня не из монолита, а из отдельных его пластин. Малахит. Браво. Урал 300. Эта река в устье делится на два рукава – золотой и яицкий. Напоминание о ее историческом названии. Урал. Роман, два поэта полторы. Он резко осудил Гумилева, написав сразу после гибели поэта и стал слепец врагом восстания. Соратники от бывшего акнеиста тут же отвернулись. Сергей Городецкий. Дальше. Два поэта 300. Все третье отделение сбилось с ног. Что за таинственный англичанин оставил в доме Пушкина записку с подписью «Вильям Джук». Вильямом Джуком оказался именно он. Василий Жуковский. Верно. Балет 600. Лишь в 42 года великая Галина Уланова удостоилась этого звания. К тому времени на ее счету были четыре сталинских премии. Народная артистка. Советского Союза. СССР. Кисти краски 600. Импрессионисты этот цвет не любили. Зато Анри Матис парадоксально считал его цветом света. Допустим, черный. Верно. Вам, гурмана, 1200. Этот полководец едва ли не впервые в истории придумал конкурсы, объедал и обпевал. Выживали далеко не все участники. Допустим, Лукул. Нет. До Лукула. Македонский. Верно. Вам, гурмана, 600. Вам настаётся аукцион. 7,450 у Романа, 8,150 у вас и 150 у Евгения. Ваша ставка. Номинал. 600. Что скажете, Роман? Тысяча. Тысяча. Андрей, играем с Романом. Могу я повысить ставку? Что? Ставку повысить могу. Можете. Я это всегда приветствую. Давайте две. Две тысячи. Играем. Великий кухмейстер Литвы, граф Виельгорский, придумал скатывать эту крупу в шарики. Питательные свойства терялись, зато на столе Виельгорка смотрелась как нельзя лучше. О какой крупе речь? Роман. Я могу представить только одну крупу, которую можно скатывать в шарики, манную. Да нет, на самом деле много круп можно скатывать в шарики. И вот великий кухмейстер Литвы это делал с гречневой крупой. Гурманы, гурманы, гурманы 300. Это рыба под шубой, нам всем знакома. А вот в 18 веке гурманы ели блюда из ее щек. На одну тарелку шло более тысячи. Селедка. Верно. Балет полторы. В 1581 году по заказу этой французской королевы, ее соотечественник Дибель Джоизо сочинил первый из всех известных балетов. Правда, с участием певцов и декламаторов. Екатерина Медича. Совершенно верно. Кисти и краски, 1200. Его картины сочли ударом, нажав спину соцреализма. Поставили тройку за диплом и направили учителем черчения в Иваново. А ныне на Волхонке открылась его галерея. И молчание. Прадоксально. Илья Глазунов, дальше. Балет, 1200. О премьере этого балета Стравинского вспоминали. В зале смеялись, улюлюкали, свистили, выли, кудахтали, лаяли. Кучка эстетов принялась задирать публику в ложах. И гвалт перерос в форменное сражение. Петонушка. Нет. Роман, ну назовите балет Стравинского. Евгений. Весна священная. По-моему, по музыкальной цитате можно было догадаться, даже не будучи музыковедом. Дальше. Кисти и краски, 300. Профессионалы выбирают кисти из колонка или белки. Новички не брезгуют и кистями из их бород. Козлов. Верно. Балет, 300. На премьере балета Ханса Бека пивовар меценат Карл Якобсен принял твердое решение украсить Копенгаген этим памятником. Да так и сделал. Русалочка. Совершенно верно. И балет Русалочка по сказке Андерсона. И последний вопрос кисти и краски за полторы тысячи. Во флорентийском палаццо Питти хранится его женщина в покрывале. Искусствоведы называют ее возлюбленной художника Доньей Велатой. И позвольте мне завершить третий раунд замечательным именем Рафаэль Санти. Итог третьего раунда. 1650 у Евгения, 6050 у Романа и 7250 у Андрея. Впереди финальный раунд. Спонсор программы торговая марка Эйрих Краузе. Мы разыгрываем финальный раунд. Ну что же, смотрим на наш центральный монитор. И видим там семь возможных тем нашего финального раунда. Евгений, выберите, пожалуйста, одну из тем, которые вам совершенно не по душе. Мы ее тут же уберем. Антон Чехов. Спасибо. Роман, сделайте то же самое. Женский взгляд. Андрей. Наши барды. Евгений. Бедные люди. Роман. Эх, прокачусь. Андрей, выбирайте, пожалуйста. Устать бы. И мы играем тему «Восток. Дело тонкое». Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. А я тем временем напомню, что согласно нашим правилам, тот игрок, которому удастся победить в трех играх подряд, получит замечательный приз. Золотой приз Эйрих Краузе. Это перо ручной работы, изготовленное из золота и украшенное россыпью драгоценных камней. Ну что же, ставки сделаны. Я предлагаю вопрос. Внимание. Новый год в Таиланде отмечают трижды. По христианскому календарю. Это понятно. По лунному китайскому и по своему тайскому. Так, первого января наступил официальный Новый год. В апреле тайцы встречают 2549 год. С какого события? Время. Новый год в Таиланде отмечают трижды. 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 Ну что ж, время истекло. Итак, что же за событие дало толчок к началу тайского летосчисления? Евгений, рождение Будды неверно. Будда родился раньше. И ставка? Спасибо, один рубль остается на счету у Евгения. Ответ Романа. То же самое, рождение Будды. Вновь неверный ответ. Спасибо, у Романа на счету остается 4849 рублей. И теперь ответ Андрея. Что это такое, простите? То же самое. Рождение Будды тоже неправильный ответ. Ставка? Роман Борисович, вы победили в сегодняшней игре. Во всех трех случаях вы не угадали с первым словом и понятием. Да, не рождение, а смерть Будды. Ну что ж, Евгений, большое спасибо за игру. Андрей, не удалось вам победить во второй игре подряд. Ничего не поделаешь, игра есть игра. Роман Борисович, небольшой, скажу честно вам, вклад вы внесли в развитие нашего стабилизационного фонда. Шучу, конечно же, нашего игрового фонда. Будьте любезны, пополнить, пожалуйста, наш игровой фонд на эту вот самую небольшую и несколько своеобразную для нашей игры сумму. Тем не менее, Роман, вы победили. Можете продолжать играть дальше и рисковать. Можете забрать эти скромные деньги, однако же уйти вроде бы как непобежденным, да? Решайте, играете дальше или уходите? Постараюсь по мере сил увеличить призовой фонд собственными руками. Ну, да и дай вам Бог, Роман Борисович. В следующей игре встречаемся мы с Романом Немучинским и двумя новыми игроками. Всего доброго, увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова